5 лет вы смотрели на эти обои. 5 лет я сопротивлялся и думал, что это на самом-то деле классные обои, но сегодня все изменится. Я пока не знаю, что получится. На свой страх рис купил вот такие панельки. Это акустические панельки, они мягкие и, соответственно, поглощают звук. Есть синие, есть прямо бело-белые, эти тонкие, эти чуточку потолще, то есть они будут еще и разной фактурки. Ну и плюс у меня есть 4 метра светодиодной ленты, которая также будет висеть где-то здесь на стене. И есть еще лампы, целая куча светильников с лампами Xiaomi. На экране появится фотка конечного результата, а как удалось этого достичь, узнаете прямо сейчас. Стена. Вариантов того, что с ней сделать, на самом-то деле, просто огромное множество. Можно было отодрать старые обои, что-то довольно-таки сложно, там за ней пенопласт, который оторвется вместе со стеной. Можно было просто наклеить сюда такие 3D-панельки, фоточку сейчас приложу, вы их 100% уже много где видели. Ну или можно было просто взять и перекрасить все здесь серый цвет. Но хотелось еще и улучшить звук, а значит выбор один, только акустический поролон. Он тоже бывает просто куча разных видов, но хотелось какой-то необычный рисунок, который я еще не увидел ни у кого из своих коллег-блогеров. Собственно, именно так наткнулся на вот это. На самом-то деле, выбрать сразу белый и синий было адски сложно, вариантов было просто огромное множество. Они продаются, наверное, во всех цветах радуги, штук 90 цветов точно есть, и выбрать из этого было крайне тяжело. Надеюсь, у меня получилось сделать нормальную комбинацию. Конечно же, нужно было привлечь дизайнера, но бюджет был максимально ограничен. Хотелось потратиться на это прям минимально, и у меня на самом-то деле получилось. Поэтому я просто зашел в фотошоп и накидал то, что хочу увидеть. Пока я все это чертил, распродажа на Али кончилась. И в итоге 3 пачки белых пиктограмм и 1 пачка синих были заказаны за 5000 с лишним рублей. Выбор светодиодной ленты был также непрост. Просто обычная сюда не подходила, она бы крайне яркая была и била прямо в камеру. Да и прикрепить ее сверху было бы как-то, ну, на самом-то деле, стрёмно, выглядело бы это некрасиво. Поэтому пришлось сильно переплатить за вот такую. Она неоновая, то есть она, как вы видите, здесь не просто какие-то светодиоды. Все это спрятано вот в такую трубку. Она очень классно рассеивает цвет, она яркая. Она пусть дорогая, сейчас появится у вас на экране сколько все это стоило. Но, тем не менее, она должна быть прям то, что нужно, в общем. Когда панельки доехали, оказалось, что траты на этом не заканчиваются, потому что их нужно как-то крепить. Заботливый китаец положил нечто похожее на двухсторонний скотч, но я вам сейчас просто его продемонстрирую. Он безумно плохой. То есть, вот даже если просто клеить его к стене, оно отрывается элементарно, и панельки довольно тяжелые, поэтому отрывались бы прямо сразу. Это никуда не годится вообще. Поэтому пришлось потратить еще 500 рублей на двухсторонний скотч. На хороший двухсторонний скотч, на много двухстороннего скотча. Поэтому к общему бюджету нужно накинуть еще 500 рублей. Вот тут появится общая сумма. Все, наверное, теперь уже можно приступать. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошие новости! Ремонт завершен, теперь фон будет выглядеть примерно так, хотя кое-какие изменения я еще внесу. Покажу все немного поближе. Во-первых, все это держится просто отлично. Скотч был куплен не зря двухсторонний, все держится шикарно. Эхо стало меньше, звук реально улучшился, поэтому это тоже прям оправдано. Но, конечно же, очень мало купил самих треугольничков, то есть пиктограмм. И нужно докупить еще, наверное, одну пачку, чтобы было прям совсем хорошо. Лента! Вот с ней особые проблемы, она должна была быть здесь красивым рисунком, но нет. Использовал три вида разных клеев, и ни с одним не получилось. Двухсторонний скотч тоже использовал, не прикрепилась, потому что она тяжелая. Вот про этого красавца справа от монитора есть отдельный видос. Зацените, там красиво, но если в двух словах, это корпус-аквариум от Лиан Ли, вертушки, водянка, тоже Лиан Ли. Внутри 13600KF, RTX 4080, 32 быстрых гигабайта ОЗУ и два SSD общим объемом 3 терабайта. Тихий, холодный, красивый. Ссылочку на видос оставлю в описании. С этим уголком разобрались, и в целом-то в этой комнате есть еще масса всего интересного. И раз уж вы тут, то да, это будет рум-тур, раз уж вы здесь впервые, то покажу вам всю свою рабочую игровую комнату. Перемещаемся из этого уголка сюда, и вот, собственно, как это выглядит. Даже не прибирался, вы все мои друзья, в общем-то, товарищи, так можно сказать, поэтому не готовился к вашему визиту. Здесь детские игрушки и Лего. Обожаю Лего, у меня его довольно-таки много. Это пиратский корабль, самое последнее приобретение. Вон там стоит Ferrari, но вы ее, скорее всего, все уже видели. Boost, конечно же. Здесь отдельная полочка со всякими моими комиксами. И, естественно, куда же без этого, дисками для PlayStation 5. Здесь же книжечки. Сейчас читаю очередной шедевр от Шрайера. Ну и все это тоже бы в идеале разложить, конечно же, как-нибудь красиво, но займусь этим когда-нибудь позже. Вот сюда переносим свет, и в этом шкафу святая святых. Здесь, собственно, все добро, которое есть у меня на обзор. Квадрокоптер. Самый дешевый квадрокоптер с Алиэкспресс 4К-камерой. Еще даже не открывал его, пришел уже довольно давно. Здесь куча телефонов на обзор. Ну, в общем, все это вы увидите совсем скоро. Ну и еще одно интересность. Свет уберу. Светодиодная панелька за телевизором. Самая обычная, самая бюджетная, самая дешевая. За какие-то прям совсем копейки, рублей за 500 было куплено. PlayStation 5. Ну и 65-дюймовый, очень бюджетный, очень дешевый телевизор от Hyundai. Собственно, вот так это выглядит издалека. Довольно-таки неплохо, мне нравится. Ну и здесь стоит старый компьютер, старая лампа. Все это еще нужно тоже с этим разобраться. Что делать со старым компом, куда его девать. На Авитох, конечно же, стоит все это крайне недорого. Поэтому довольно жалко его просто так взять и продать. На этом, собственно, все. Видео подошло к концу. Пишите, как вам ремонт. Я, например, думаю, что все сделал правильно. Подобраны цвета хорошо. Звукоизоляция стала гораздо лучше. Ну и потраченных денег, на самом-то деле, ничуть не жаль. Все прям замечательно. Единственный косяк со светодиодной лентой. Собственно, как вам? Может, кому-то старые вот эти обои нравились больше, чем то, что получилось сейчас? Пишите, жду ваши комменты, жду ваши лайки. И до самых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok